Добрый день! Хотелось бы показать, как правильно привязать к Wi-Fi роутеру Wi-Fi автомат двухполюсный 40 А с кодом товара 0.3188 к программе Evelink. Для этого надо сначала установить программу Evelink, зарегистрироваться в ней, пройти все шаги. Это мы пропустим этот момент. Вот она сверху с буквой E. Значит, затем необходимо провести следующее действие. Включить переключатель в положение Quick. Это его рабочее состояние обычное. Но надо сделать именно так. Сначала в положение Quick. Затем включаем питание. И ждем около 7 секунд. 7-10 это не важно. Минимум 7. Это все действия производятся по вот этому куску инструкции. Значит, он мигает синий-красным светодиодом. Синий-красный, синий как бы такой розовый получается. Затем, по истечении этого промежутка времени, когда он уже прогрелся, переключаем в режим Compatable. Это и будет режим привязки. И наблюдаем, что светодиод стабильно мигает теперь. Красный-синий-красный-синий. Раньше был два синих, потом красный. Это так вот стабильно перемигивает. Затем, заходим в программу Evalink. Заходим. Обычно вот такое стартовое окно. У кого еще нет устройства, оно будет именно такое. Нажимаем кнопку добавить. Опускаемся вниз. Затем, заходим в режим совместимости. Убеждаемся, что синий светодиод стабильно мигает. Нажимаем далее. Затем, необходимо быть подключенным к Wi-Fi 2,4 ГГц. Не 5,8, а 2,4 ГГц. Вот я хочу показать. В данном случае, возле меня находится роутер 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. В том числе, 2 сети он излучает. То необходимо находиться на 2,4 ГГц. Значит, вот Wi-Fi роутер. Пароль от него. Нажимаем далее. Вводим туда пароль свой от Wi-Fi. И вот, поиск устройств. Затем видим, что он подхватил эту сеть. Этого автомата. Тыкаем по этой строчке. Затем оно говорит, что необходимо подключиться к ее Wi-Fi сети. Которая излучает этот автомат. И ввести пароль от 1 до 8. Есть даже кнопка скопировать. Нажимаем, чтобы самому не выводить. К подключению внизу. Затем заходим в Wi-Fi настройки. Находим среди них сеть. Она может быть, как у меня сейчас тут сверху. А может быть, просто внизу. Доступные сети. Я к ней уже подключался, поэтому она у меня уже сверху. Нажимаем. Ну, тут... Оно уже подключилось, но... Оно первый раз у вас запросит пароль. Вводим от 1 до 8 и нажимаем ОК. Так, дальше вот спрашивают. Тыкаем. Сеть не имеет интернет. Продолжить? Да. Если вы нажмете нет, то оно с нее спрыгнет. Так, и возвращаемся назад в программу. И пошли секунды. Сейчас программа подключилась напрямую к автомату. И загружает данные о вашей Wi-Fi сети. Далее мы называем, как вам будет удобнее этот автомат. Там прихожая, кухня, чайник и так далее. Как вам нужно, так и называйте. Я по умолчанию оставляю. Нажимаем Готово. И после этого... Сейчас, секундочку. Как написано в инструкции, необходимо переключить переключатель в положение Quick. Опять вернуть. Это его будет рабочее состояние. И возвращаемся в программу. Сейчас. Выйдем и зайдем в нее. Значит, вот все устройства. Это тут, если бы вы выбрали Living Room, Bedroom и так далее, то оно было в соответствующей ячейке. А так вот все устройства в данном случае у меня. И включаем устройство. Вот оно включилось. Если нажать на него, мы видим более подробную анимацию. И видим, что можно сделать с этим устройством. Сделать, добавить таймер расписания. Когда ему включаться, выключаться. Повторяющиеся действия и так далее. Здесь на саму разбираться. Есть таймеры. И есть цикличный таймер. Более такой подробный. Можно вплоть до того, что месяц, год и так далее. Все сделать. Вот. Ну, как он работает. Нормально в том же телефоне сложно показать. Ну, при управлении он переключается туда-сюда. Еще также хотелось бы заметить, что есть вот такая специальная защита. Это для особо, наверное, важных объектов. Она применяется. Когда мы ее вытаскиваем, эту чеку. Вот ее так вытягиваете. И когда будете управлять программой, она будет пытаться поднять его и не сможет этого сделать. В общем, это защита от включения. Где необходимо. Выключить вы его сможете с помощью программы, а вот включить после этого не сможете. Если стоит вот такая защита. Вот. И так же само. Она туда утапливается. Нажимаете. И затыкаете. И тогда уже обычный режим работы. Все. И обычная его работа в состоянии квик. Так он постоянно должен работать в этом положении. Все. Спасибо за внимание.